Проблемы между мужем и женой Проблемы есть в любых домах Даже подобное, нечто подобное происходило в доме Проксалсам И это было для того, чтобы мы учились Как лечатся проблемы между мужем и женой? Многие люди думают, что лечением проблем является развод И это неправильно Вещь номер один Мы должны в лечении любых всех проблем идти по пути шариата Во-первых, надо знать, что не любая проблема на самом деле является проблемой Если мы говорим о чем-то проблема, что она действительно должна быть проблемой Например, муж говорит жене, дай мне стакан воды, она ему не дала Не надо считать это проблемой, не надо из этого делать проблемой Если же произойдет какая-то настоящая проблема между мужем и женой Допустим, женщина полностью перестала подчиняться своему мужу Ни в одном вопросе не хочет его не слушаться, вообще ни в чем его не слушается Что ему надо делать? Первое, он должен ее увещевать Каким образом увещевает? Я говорю, что она говорит Слышь меня Если либо ты говорит, оставишь, то есть перестанешь так себя вести, либо я разведусь с тобой и не оставлю тебе ничего И поступлю с тобой так и так и так Это не является увещеванием, то есть когда он еще говорит, что я тебя убью, если ты не будешь меня слушаться Это угроза называется Это противоречит шариату Как он должен ее увещевать? Он должен увещевать ее Кураном и Сунном Посылает ей аят, хадиф Должен проявление искренности, то есть говорить, дорогой жене и так далее Если жена после того, как ты делал ей наставление, сказала, что я раскаиваюсь Что надо делать? Кто-то говорит, нет, нет Так легко не должно быть Ты ошиблась Ты так и так поступила Это противоречит шариату Как только женщина исправилась Сказала, что я больше не буду так себя вести Все говорит, что проблема закрыта, муж должен сказать Если же она не остановилась И продолжила не подчиняться ему Что он должен делать? Он ее бойкотирует Три дня с ней не разговаривает Через три дня говорит Саламу алейкум Он бойкотирует ее, при том, что спит в одной постели с ней То есть неправильно жить и идти спать в другую комнату Просто отворачивается от нее и спит таким образом Если закончила она И сказала, что я раскаиваюсь Все, он говорит, закрыли вопрос и ничего плохого не говорит Если же она все равно упорствует Если же она все равно упорствует После этого можно бить, однако, такое битье вида, чтобы не калечил ее То есть вроде как, как указание, то есть вступление битье То есть не надо ее бить палкой или плетью Или бить ее рукой по лицу Невозможно подобно То есть больше как указание Закончила, если она Вести себя плохо, тогда и он закрывает тему В противном же случае Что ему надо делать? Он идет и приводит человека из своих родственников Мужчину Какого-то искреннего Который разбирается в проблемах между мужем и женой И знает, он разбирается, когда муж с женой То есть как одно единое, когда между ними происходит какая-то разлука То есть мы находим человека из родственников мужчин Вот такие качества, чтобы в нем были, разбирался в этих вопросах И точно так же подобного находим в семье жены его Они все вместе собираются И они определяют, что муж обязан тем-то, тем-то, тем-то Жена обязана тем-то, тем-то, тем-то Если закончилась проблема Это хвала Аллаха Если проблема не закончилась После всего этого надо разобраться Проблема у нас в наше время Среди людей То все люди Первое, с чего начинают Это с развода Это противоречит шариату После этого, если он решил развестись Если он хочет развестись с женой, он должен разводиться тогда, когда она очистилась после цикла Таким образом, чтобы он к ней не прикасался После того, как он с ней дает ей развод, она сидит дома, никуда из дома не уходит Пока каждый из них не задумывается Если после этого трижды к ней придет цикл Если у нее есть цикл Или же пройдет три месяца, если она из тех, у кого не идет менструальная кровь Если же она беременна, то ее срок заканчивается, как только она родит Поэтому мы должны идти по шариатским путям «Валлаху айлам» Субтитры создавал DimaTorzok